Здравствуйте, зрители канала «Заметки нумизмата». Продолжаем с вами разговаривать про золотые монеты, времени правления Николая Второго. В частности, сегодня поговорим о портретах на десятирублевых монетах, и, казалось бы, мы уже неоднократно говорили с вами о различных портретах на этих монетах, и все же есть нюансы, которые еще ни разу в наших выпусках не звучали. И часто такие неожиданные, может быть, элементы относятся к монетам, которые часто считают относительно простыми, в то время как на этих монетах получаются самые неожиданные, интересные особенности. Итак, известно на золотых десятирублевках времени Николая Второго семь основных типов портретов, и почти все портреты встречаются на разных типах таких монет и даже в разные годы. Ну, скажем, ранние портреты 1-й, 4-й присутствуют на монетах 1898 года, присутствуют и на монетах 1899 года, причем с разными знаками Менсмистера. Монеты с поздним, так называемым, портретом вообще чеканились с 1900 года до 1911. Это, наверное, самый распространенный вариант портрета, его, кроме как поздним, называют еще рельефным портретом, красивым портретом. Ну и также достаточно известный портрет с малой головой, или итальянец, или лампочка, разные варианты названия, о которых мы тоже уже говорили, встречается на монетах с разными годами выпуска. Это и 1898, и 1899, ну а также монеты 1901 и 1904 годов. Но бывают исключения, их несколько, и об одном из таких исключений вот как раз и хотел сегодня вам рассказать. Седьмой портрет, опять же, рельефный, красивый, но считающийся относительно ранним по выпуску, встречается только на 10-рублевых монетах 1900 года. При том, что на десятках 1900 года, как мы с вами только что уже говорили, встречается и поздний портрет, рельефный портрет, который, собственно, с 1900 года и пошел в серию, встречаются монеты 1900 года и с пятым портретом, характерным для некоторых монет предыдущего 1899 года. В особенности, часто он встречается на 10-рублевых монетах с буквами ФЗ, ну так же как и монеты 1900 года. А вот седьмой портрет встречается только на монетах 1900 года и пока, во всяком случае, не зафиксирован на монетах с другими датами, хотя, конечно же, такое теоретически возможно, так как инструменты использовались не обязательно парно и, скажем, вариант инструмента с этим портретом мог попасть в чеканку монет с другой даты. Однако, на данный момент нам такие монеты не известны, поэтому прошу вас к монетам 1900 года не относиться как совсем уж простым, внимательно их изучать, разглядывать, смотреть монета с каким портретом вам досталось. Седьмой портрет, как я уже сказал, считается одним из наиболее красивых, хотя вопрос, конечно, вкуса, дела, всем нравятся разные портреты, хотя в 1900 году он и не самый редкий, все же самый редкий, пятый портрет для 1900 года. А сегодня мы вам в увеличенном виде покажем именно монету с седьмым портретом, свойственным только для 1900 года. Смотрите наш канал, будет еще много заметок о различных золотых монетах времени правления Николая II и о многом-многом другом. Подписывайтесь, ставьте лайки, надеемся вас видеть на нашем канале.